Библия это книга, которая так или иначе влияет на жизни большинства современных людей. Вы можете быть любой религией, но Америка это страна, обладающая не только ядерным оружием, но и достаточно высокоразвитыми технологиями. А в Америке, во главе страны, очень часто бывают убежденные христиане. И Америка это всего лишь современный, всего лишь один из примеров. Христиане, по сути дела, являются сейчас одной из доминирующих религий. Рядом находятся иудаизм и ислам, что не особо отличается. По сути, это три варианта одного и того же. Со всеми сектами, подсектами, промежуточными, околоэзотерическими, какими-то иносказательными, инотрактовательными сектами и школами. Все это то, что считает Библию или главным священным писанием, или некой вариацией священного писания. Так как Библия, она, в общем-то, у христиан, у некоторых христианских сект, она не особо берется во внимание, берется во внимание Евангелие. У мусульман Коран, который является поэтическим, колоритно-арабским таким вот пересказом Библии. И у евреев Тора, которая является древней, более классической, их этнической, в общем-то, Библией. И Библия начинается с достаточно сжатого, достаточно сплюснутого сказания о сотворении мира. Там мир создается за три дня, основной, по сути дела, основные какие-то константы мироздания. Там, по сути дела, всё, вообще, творение от ничего до возникновения всего укладывается в семь дней, даже в шесть. Седьмой – это день отдыха. Там получается, что сначала создаётся свет, а потом создаётся солнце. И не только это. Там в ряде случаев реальная, естественная хронология возникновения взаимосвязанных, взаимообусловленных объектов и процессов нарушается. Любые какие-то товарищи, которые говорят, что вот это краткое пересказание является каким-то символическим иносказанием на тему большого взрыва и эволюции, они настолько ошибаются, что можно сказку о Колобке тоже таким путём сказать, что это сказка про блуждающую комету, допустим. Или вообще взять любую древнюю, какую-то старинную сказку, любой миф и приделать к нему современное научное какое-то значение. Что не всегда является правильным. То есть, есть некоторые мифы, которые имеют конкретное какое-то научное, астрологическое, астрономическое значение, но есть и те мифы, которые изначально, вот как описаны в самом мифе, вот так плюс-минус и воспринимались. И иногда в самих мифах, в общем-то, на это есть и какой-то намёк. Для этого есть целая наука, мифология. И если с непредвзятой точки зрения на Библию смотреть, Библия воспринимается совершенно по-другому. Проблема в том, что люди, рождённые в христианской среде, люди, у которых мама христианка, она пясочки печёт и яичечки красит на праздничек. Чик-чик кабанчика тоже готовит на праздничек. И вот люди, живущие в христианской среде, если они открыто напишут, что христианство основано на сборнике древнееврейских сказок, на них по меньшей мере будут смотреть, как на каких-то глупцов, если им попадутся христиане, корчащие из себя каких-то нравоучительных, таких разумных, терпеливых и так далее. Или их обвинят в том, что они сатанисты, какие-то бесы. Ещё есть нюанс, что некоторые христиане могут сразу же на таких людей начать вешать собственные неудачи. Например, существует в каком-то селении, в каком-то селе, в каком-то деревне или в каком-то коллективе человек, который не является христианином, который открыто ржёт над христианскими какими-то обрядами и придерживается или каким-то другим, или вообще никаким. Случается там что-то нехорошее. И верующие христиане сразу начинают визжать, что это потому, что среди них есть такой вот еретик, сатана и все дела, и поэтому, в общем-то, у них возникает та или иная проблема. Поэтому, по сути дела, большинство исследователей, которые так или иначе исследовали Библию, всегда исследовали её максимально лояльно, максимально пытаясь как-то её отбелить, оправдать. И даже при этом всё равно как-либо истрактовать как вменяемое то, что в ней описано, не получилось ни у кого. Кратко, в Библии Бог начинает творить. Вначале не было ничего, и Он создал одно, другое, третье. Обо всём этом можно почитать в самой Библии, и Бог создал Адама и Еву. Их поместил в саду. Сад этот некий, как бы, может быть и не очень маленький, может быть и достаточно обширный, и разделяется, вернее, четырьмя реками. Или даже не разделяется, но в нём, по крайней мере, находится источник четырёх рек. Две из этих рек – это Тигр и Ефрат. Так в Библии и написано. Проблема в том, что реки Тигр и Ефрат реально находятся на нашей планете. У них нет единого истока, однако обе эти реки спускаются вниз с Армянского Нагорья, с восточной части Малой Азии. И, в принципе, уходят достаточно северно. То есть, евреи, которые в своё время были рабами в Вавилонии, они могли никогда и не забредать в такие для них северные дали и реально не знать, откуда эти реки стекают. И, возможно, те, кто забредали до, фактически, границ Армении и Калхиды, они знали, что истоки обоих речек, в общем-то, находятся относительно недалеко. И вот эти сказания самих урартиан, самих кемерийцев, которые на тот момент уже стали персами, о том, что вот эта территория на каком-то историческом этапе стала для них прародиной, а потом, как бы даже не прародиной, а просто родиной, на которой кемерийцы несколько поколений жили во время своих путешествий из Северного Причерноморья в Переднюю Азию. Возможно, это евреи потом перепришили к себе, возможно, какие-то беглые урартиане как-то к ним примыкали, может быть, ещё что-то. Может быть, у евреев эта штука насчёт истоков рек Тигр и Ефрат взялась ещё раньше, ещё во времена того, как вроде как выходец из Месопотамии Фарра, отец Авраама, оттуда ушёл. Поскольку в Месопотамии знают, что Тигр и Ефрат текут с севера на юг, знают приблизительно, что обе реки текут с Армянского Нагорья. Там где-то есть ещё несколько рек, и река, которая связана с золотом, вероятнее всего, это какая-то река, которая течёт по Малой Азии, поскольку в Малой Азии находилось Лидийское царство. Лидийское царство – это та страна, где начали изготавливать, чеканить именно монеты, монеты с царской символикой, и оттуда чеканку монет взяли Археонактиды в Боспор, оттуда чеканку монет взяли Ахимениды в Персидскую империю, оттуда, видя, как бы, что это удобно с Боспора, и с Лидии чеканку также переняли греки. И, в общем-то, дальше идея чеканки монет распространилась по большей части мира, дойдя до Китая. Поэтому связывать как раз западную реку с золотом вполне себе есть смысл. И ещё тема насчёт территории, которая разделена четырьмя реками, вытекающими из единого истока, это сразу же связь с Ротайей Гипербореей, которая ещё даже и на карте Меркатора, и на других картах изображена как четыреединный остров с небольшим островом и горой в центре, и который разделён четырьмя реками. Поэтому тоже евреи, рассказывая вот эту историю про рай с четырьмя реками. Что может быть? Может быть, если брать во внимание тайную книгу Иоанна и предполагать, что это описание планеты Эдем, на которой осуществлялись эксперименты и Еговы, и Самоэля. То, ну, не исключено, что те сделали на своей планете некое подобие Ротая и Гипербореи, также с делением на четыре реки. Ну, те реки сто процентов не были названы в честь земных рек, к тому же тех рек, которые не имеют к Гипербореи никакого отношения. Но эти реки имеют важную роль в мировой истории и в Библии. Тема Армянского Нагорья как прародины фигурирует дважды. И, вероятнее всего, это отображает местные мифы, мифы Ближнего Востока о том, что люди происходят с Армянского Нагорья. Первый раз в Библии это в виде того, что рай находится у истоков рек Тигра и Ефрата, соответственно, Армянская Нагорья. Второй раз это ковчег Ноя приземляется, опять же, не где-нибудь, а на Армянском Нагорье. Гора Арарат. Конечно же, евреи не знали на тот момент про Тибет, не знали про Карпаты, не знали про другие какие-то горы. И гора Арарат, Армянская Нагорья, казалась чем-то волшебным, чем-то далеким, чем-то связанным с высшим миром, а значит и с богом или богами. И дальше случается в раю очень мутная, очень странная история. Библейский рай, который как бы создан Богом, как бы в раю все должно быть хорошо, его же Бог создал. И, в отличие от знаний про духовный мир, про что-то такое, в Библии, в библейской трактовке, все выглядит так, как будто бы Бог творит новые живые существа вообще с нуля. Меня вот некоторые люди чуть ли не обвиняют, что почему же Всевышний допустил, чтобы искры в материальном мире воплощались в виде таких, каких-то нехороших людей. Почему же он допускает зло? Почему же он допускает все эти дела? Ну, для меня восприятие зла вообще отличается от того, как это воспринимают люди. Я воспринимаю в контексте правильно-неправильно. И воспринимаю, что Всевышний дал возможность искрам, чтобы те здесь так или иначе проявляли свои качества, постепенно учась правильности и уходили от неправильности. Ну, а в качестве кнута и пряника здесь в материальном мире не по воле Всевышнего, а фактически как последствия действий живых существ возникают такие явления, как добро и зло. Единственное, что Всевышний сделал, просто сделал высших иерархов, упорядочивающих две сии стихии – Белобога и Чернобога. Но это уже вообще отдельная тема, которая к Библии никак не может быть приписана, поскольку в ведических знаниях все начинается с духовного мира, который непостижим материальным разумом. Ведические знания предполагают реинкарнацию и много чего другого, что к Библии не имеет никакого отношения. В Библии же выглядит как так, что нет ничего, и вот возникает все. А значит, у Бога нет никаких искр, которые уже с какими-то своими качествами, которых как-то нужно развивать. Бог создает существа с нуля, а значит, по идее, Он может их создать любыми. Можно тут, конечно же, провести какой-то пример, аналогию с программистом, который создает некий искусственный интеллект, и он этот искусственный интеллект пытается обучить и пытается дать этому искусственному интеллекту возможность действовать и правильно, и неправильно. Но хоть это можно приделать для того, чтобы в каких-то случаях я людям красочнее объяснял идею правильности и неправильности, но на самом деле в Библии и данная идея слишком не предусмотрена. Библейская история намного примитивнее, чем вот эти трактовки, которые, да, по идее, можно к Библии приделать. И вот возникли как-то эти существа, то есть тоже как бы как Он их создал, из ничего, что ли. Библейская версия создания человека, пожалуй, самая материалистичная версия из всех, которые только возможны. Версия заключается в том, что библейский Бог является, по сути дела, таким же человеком, как и люди, только как бы он, в общем-то, не пойми сколько времени витал себе сам в пустоте, когда-то все-таки решила, давай-ка я создам всякое разное, ну и начал творить это всякое разное, создал и мертвое, и живое, и заразное. Зачем, кстати, он создал вирусы, и болячки, и разные проблемы одному ему, и его сыночку-черту известно, потому что черт по христианской мифологии тоже его сыночек. И первый любименький сыночек, который у него был таковым задолго до Иисуса. А это значит, что, может быть, когда-то и сатана был таким же человеколюбивым. Кстати, кстати, тут мы подходим к истории грехопадения. Вот, но для начала все-таки о материализме Библии. Бог создает человека из земли и просто дует в него, от этого человек начинает дышать и становится живым существом. Тут описан, по сути дела, чисто физический, чисто механический вариант создания из глины какой-то жизнеспособной формы и запуска процесса ее дыхания. То есть, как бы он создал тело, сделал ему искусственное дыхание, и тело начало жить. Никаких вообще намеков на то, что Бог поместил в эту частицу своего разума или какого-то другого разума или еще чего-нибудь такого, тут нет. Да, есть в тайной книге про ангелов, да, есть во всяких апокрифах, но в Библии, которая для христиан является первоисточником, ничего такого более вменяемого, чем описание просто создания некой куклы, пусть и жизнеспособной, но все равно куклы, которую искусственно оживили, просто сделав ей искусственное дыхание, ничего большего, глубиннейшего, чем это, нету. А значит, по идее, христиане не должны иметь ничего против клонирования, ничего против ГМО, поскольку, ну, тут же, по сути дела, речь идет, может, он на 3D-принтере его напечатал, может быть, у него там 3D-принтер встроен в руку, в ногу или в еще какую конечность, мы это не знаем. Но вот какой-то частью себя или каким-то подвластным себе инструментом Бог создал Адама и вдохнул в него дух, то есть дыхание. Вообще, перевод этого библейского места на славянские языки нас уже несколько обманывает, поскольку у нас-то под идеей духа понимается как раз сознание, как раз вот, собственно, я, как раз вот та искра, то высшая, а библейский текст говорит просто о дыхании. Если не верите мне, поговорите со свидетелями Иеговы. Это те люди, которые вкурили Библию и которые, в общем-то, и говорят, что, ребята, забудьте мифы о том, что у вас там какая-то душа, вы вот живете, ваша жизненность как бы и есть тем, что в Библии указано как жизненность и на славянские языки неправильно, неверно переведено как душа. Свидетели Иеговы, наверное, единственная из христианских сейчас существующих таких качественных, обширных сект, которая вкурила тему, что Библия не предполагает душу как что-то отдельное от тела, что-то выше, что-то, что может выходить из тела, реинкарнироваться или еще как-то так. При том, что в Библии есть рудименты, когда куски Библии переписывались с разных других древних источников, там есть куски, которые указывают и на знание реинкарнации. Но для евреев, во-первых, это не было шоком, они знали, что соседние народы придерживаются идеям реинкарнации. Многие образованные евреи, талмудисты, каббалисты и сами предполагали о чем-то таком, и сами как-то эту тему исследовали и для себя пытались в этом найти некий гешефт. Но по большому счету Библия не предполагает, что человек является чем-то большим, чем просто ходячее тело. И вот эта ходячесть, эта живучесть, эта способность дышать была вдохнута Богом в Адама, и Адам стал живым существом. Ева вообще была создана из ребра Адама, то есть явное какое-то клонирование, то есть, ну, как сказать, при этом снова же нет намека, что Бог какую-то другую частицу в нее поместил. В апокрифах в тайной книге Иоанна и Адам и Ева это были ангелы, которых Иегова просто обманул и насильно заставил поучаствовать в его эксперименте, стерев им и память и отобрав у них силы и сделав из них своих, по сути дела, куклы. Но в Библии даже этого более чего-то вменяемого нету. И они существуют. И тут Сын Божий, любимый Сын Бога исполнился к ним любовью и захотел прийти и помочь им наставить их на путь обретения божественности и на путь духовного самосовершенствования. И я сейчас говорю не про Иисуса, а про Сатану. Так как в большинстве современных христианских трактовок именно Сатана стоит за тем змием, который порекомендовал Еве, а через нее Адаму вкусить плод от древа познания добра и зла. Добро и зла. Что казалось бы плохого в познании, что есть плохо, а что хорошо. Но у Бога на этот счет были свои планы. И вот, и вот, тоже тут можно по-разному эту тему трактовать. У меня есть некоторое размышление и кое-что описано в тайной книге Иоанна, но дальше наступает момент, когда Адама и Еву изгоняют из рая. Как это выглядело тоже вопрос. Были ли они на тот момент уже плодскими существами? Или на тот момент они всего лишь были некими программами в симуляции и их только потом выгрузили? или как? Это уже вопрос вопросович. Но так или иначе, согласно Библии, их одели в шкуры животных и выгнали из рая. Получается, кто стал первым убийцей? Бог? Ангелы Божии! Или Бог сказал, слышишь, Адам, ты как бы это, согрешил чуть-чуть так, немного. Всего лишь там съел не то, съел не того, но согрешил, понимаешь? Слушай, Адам, сейчас ты еще согрешишь. Пойди-ка забей несколько зверюх, они в чем виновны, черт его знает. Черта он тоже существенно помучал, конечно же, помучал ли он черта или просто помучал змею вместо черта, тут тоже хороший вопрос, поскольку обычно считается, что тем змеем был сатана, но в конце концов именно змей из, видимо, дракона, у которого были и лапки, и все остальное, после этого стал всего лишь вот такой вот ползучей хренью, без лапок, без ничего, но тут уже дело другое. Как увидим потом, Бог библейский любит вместо наказания тех, кого надо наказать, делать некие замещения. Например, если согрешит кто-то из его из его нужных ему персонажей, он не будет их наказывать, но если он разгневается и скажет «хочу всех наказать», в общем-то он всех накажет. Вот только он накажет всех, всех, ровно кроме того, кто виновен. Это интересная такая особенность библейского Бога, которая очень интересна и очень опасна по сути дела для всех остальных кроме него и его неких любимчиков. Так что возможно и тут Бог такой понимает, что накосячил его сыночек сатана, но он такой «не, это ж сыночек, не буду как бы, какая разница что он эксперимент мой испортил, какая разница что он угробил жизни только созданных мною людей. Накажу змею вместо своего сыночка». Кстати, библейский Бог без труда когда-то уничтожил огромное количество человека населения земли, а вот что ему мешало тут попросту убить Адама и Еву, убить, уничтожить, создать после них других, убить, стереть им память, создать их по-новому. Что ему мешало, если он видит, что эксперимент не удался, просто переповторить эксперимент так, чтобы он удался. Если у Иеговы изначально был план создать из Адама и Евы человечество, то зачем создавать человечество из изначально бракованного материала, который изначально бракованный, изначально наказанный, они все, они не подходят, они нарушили, как бы, так их дети вдвойне, втройне нарушат. Или что, создать человечество, чтобы оно страдало, создать человечество, чтобы оно изначально было вот таким вот ущербным и изначально обреченным на страдание, это любящий, это хорошенький такой Бог? Ну да, ну да. Конечно, согласно тайной книге Иоанна, Сатана это собирательный персонаж, и по сути само название является обозначением и Еговы, а вот да, который в Библии обозначается в качестве Бога, а вот тот, кто в Библии обозначается в качестве сатаны, в тайной книге Иоанна обозначается Самаэль. Самаэль поначалу был помощником Иеговы, но потом у него в отличие от Иеговы были другие виды и другие планы на сотворенных им зверушек, в смысле людей. Итак, и так, и так, Адама и Ева выгнали из рая. И сказать бы им, доживите жизнь свою, как бы, постарайтесь исправиться, счастья вам, здоровья, помрите поскорей, ну, и создать новых, качественных Адама и Еву, но нет. Бог говорит, идите, плодитесь и размножайтесь, то есть вы ущербные уроды, только что мы это проверили, но и ущербные уроды, идите и размножайтесь, создайте побольше таких ущербных уродов, как вы, чтобы ущербность и уродство распространялось по земле, ну, так это, а по-другому это не звучит, так как, как бы, от, в том же Евангелии Иисус приводит очень хорошую параллель, что от хорошего древа произрастут хорошие плоды, а от некачественного дерева только плохие, и Егова не мог этого не понимать, не мог этого не знать, и Егова не мог не понимать, что от такого древа родится только что-то еще похуже, чем сами Адам и Ева, поскольку Адама-то и Еву создал он сам, он, вроде как, очень много знающий и понимающий Бог А этих, а последующих будут уже плодить они То есть тут качественность снизится в разы если не в десятки раз Но нет, но нет Вместо того, чтобы благословить их бесплодием вместо того, чтобы просто дать им дожить если и не убивать их Ну вот кстати что более милосердно если уж так дело пошло то просто тихенько их уничтожить чтобы они дальше не мучились или так проклясть их чтобы они были обязаны дальше мучиться всю жизнь и именно от них породились те кто будут изначально грешны только потому что они родились и будут мучиться целую жизнь пока у Бога не подоспеет другой сыночек другой любимчик который за этих людей пойдет повеситься на деревяшки и соответственно искупит все грехи их и то всех не всех тех ли кто до него были или нет или как или что тут тоже христианская мифология не проработана и вот изгнаны они из рая обречены плодиться и размножаться и они плодятся и размножаются как кролики как крысомыши тут мы уже не знаем но появляется Каин и Авель ребята вроде как поначалу неплохие помогают отцу и матери учатся пытаются кстати кстати а кто Адама научил говорить а кто Адаму объяснил как воспитывать детей ведь дело в том что в реальной жизни когда какой-то биологический вид развивается в него вложены как бы некие инстинкты по которым он относится к своему потомству и у человечества на протяжении поколения из поколения передаются вот эти все нюансы и люди знают приблизительно как к ним относились их родители знают как другие представители их племени как они рожают принимают роды как они обходятся с новорожденными и вот так вот как-то дальше уже обходятся со своими детьми а как в общем-то Адам и Ева рожали и воспитывали своих детей понятно что Ева в муках должна рожать но кто дал инструкцию там же повитуху нельзя или можно было повитуху позвать к Адаму и Еве может быть к Адаму поскольку Авраам родил Исаака может быть все-таки к Еве поскольку Ева должна в муках рожать я там подробностей таких не знаю но если даже у самого примитивного племени есть какой-то обычай передачи того как следует рожать и воспитывать младенцев то кто их этому всему научил ведь до Евы никто не рожал Бог как бы теоретически наверное он первый у нас рожатель но не совсем он в общем-то не из своего чрева выдавил Адама хотя если бы Адам был бы той субстанцией которую Бог выдавил из своего чрева это объяснило бы почему он такой вот мягко говоря нехороший человек и сразу же подвел своего производителя так вот откуда взялся вот этот весь стандарт того как там не знаю перерезать или перегрызать пуповину как что делать со своими младенцами откуда взялось ладно то что член нужно запхать в писку для какого-то оплодотворения может быть змей их там научил может он и Аврааму этому Адаму на член налез и Еве хвостом в одном месте поковерялся и вот в общем-то им показал как это все совместить а относительно того как следует что делать с пуповиной а как Ева догадалась что своих детей нужно прикладывать к сиське как вообще она поняла что молоко которое из нее выходит это для ее детей или они за животными наблюдали ну так у животных бывают всякие сценарии иногда животное породившее своих потомков может и оставить их может и съесть их тогда почему Ева например не догадалась съесть одного из своих младенцев или догадалась и все таки Каин и Авель были не первыми может быть просто как бы потом уже когда она догадалась первых съесть пришел Ева сказал не надо но это в Библии нету поэтому считаем что они были такими вундеркиндами которые до всего догадывались сами у людей даже у самых примитивных племен есть всякие приспособления для жизни типа той же иголки иголка дает возможность посредством нитей посредством волос посредством всего такого соединять шкуры в одежду ну и дальше если есть какое-то ткачество то соединять тряпки тоже в какую-то одежду кто рассказал Адаму про технологию иголки это самая простая технология но без нее или как или тот кто сделал им одежду из шкур зверюшек показал им технологию иголки ладно ладно ну а дальше кто научил их строить дом и дальше ведь человеческая жизнь очень сложна и просто выкинь человека в чисто поле он там загнется очень быстро так или иначе вот плодится Адам и Ева и у них уже есть два сына может быть есть какое-то количество дочерей об этом вообще ничего нету но типа есть два сына и опять же откуда к ним пришла идея приносить Богу какие-то жертвы ранее в Библии нет никаких высказываний о том что когда Бог выгонял Адама и Еву он им типа сказал ну знаете вот вы будете мне жертвы приносить еще вопрос а что есть жертва для Бога если это существо создавшее вообще все 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 то значит все 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 и так принадлежит лишь только ему конечно можно сослаться на то что в Библии вот та семидневка когда создается все 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 как бы закончена тем что и создал Бог мужчину и женщину а только лишь потом описывается как и Егова создавал из грязи Адама и из него уже создавал Еву и можно сказать что это как бы разные человечества но это уже детали есть истории про велит которая могла быть как раз вот той первой парой Адама но это все детали а в Библии этих деталей нет поэтому как бы для анализа данного сюжета нужно обходиться только тем что в Библии есть а есть в Библии следующее что как-то Каин и Авель догадались что им нужно Богу приносить жертвы но как бы как ведь это не позднее средневековье это не античность и это даже не какое-нибудь варварское племя на далеком острове это всего лишь небольшая семейка которая посреди почти ничего начинает как-то жить для них вырастить каждую новую зверюху для них вырастить лишнюю какую-то грушу лишнее яблоко лишний помидор или что они там выращивали кстати что они там выращивали вот это тоже не совсем понятно но чтобы они не выращивали каждый плод каждый продукт для них является очень важной ценностью поскольку у них нет никаких приспособлений для сельского хозяйства попросту им еще лопату предстоит придумать у них если что и есть максимум палка копалка если вы приблизительно знакомы современным садоводством или тем хуже сельским хозяйством вы знаете сколько там всего нужно и удобрения и разные всякие поливки чтобы вредители не поели еще много 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 множество всего чего и разного а главное нужны навыки поскольку если как бы не понимать всех этих закономерностей как что растет и что чему кому нужно то урожая не будет Каин просто гений если не имея никаких данных предыдущих поколений он как-то смог получать хоть какой-то урожай и вот все-таки он находит в этом урожае то что как бы ему является лишним и он жертвует Богу так же самое Авель Авель для него должно быть чрезвычайно тяжело вырастить поголовье животных у него не было ранее подаренных ему стад от отца при его отце всего лишь каждой твари по паре было создано это нужно было там сначала каким-то путем понять каких тварей можно есть каких нельзя от каких там можно допустим брать молоко от каких нельзя потому что если бы он попытался выращивать каких-нибудь крокодилов то в общем-то это закончилось бы очень плачевно а если бы он попытался выращивать не знаю каких-нибудь бегемотов тоже это ничем хорошим не закончилось бы то есть нужно было все-таки потратить какое-то время на пробы и ошибки на размышления о том какие животные плодючие какие удобные в том чтобы их выращивать какие неудобные у этих животных могли начаться болячки и каких-то предварительных знаний каких-то предварительных умений просто понятия о том что нужно строить загон для скота нету как бы это все любую методологию животноводства приходится изготавливать вообще на ходу вообще из ничего когда даже нету слова методологии когда нет по сути дела ничего и кто их даже говорить научил не совсем понятно считаем что этот дар как бы иегова наверное вшил как-то в мозги Адама а Адам дальше как-то уже научил своих сыновей и Бог вот который типа ему принадлежит все он требует чтобы часть тех скудных урожаев которые создают его творение чтобы они вместо того чтобы кормить своих мелких братьев ведь Ева по идее должна как сумасшедшая крольчиха постоянно ходить пузатой постоянно производить новых детенышей ей же это по идее сказано а значит постоянно будут мелкие дети Адам там тоже должен как-то работать ну и любые какие-то ресурсы созданные старшими братьями сразу должны идти на прокорм мелких детенышей вопреки любой здравой логике Иегова требует достаточно пышные достаточно большие подношения как бы как что Иегова будет делать с трупами животных если Иегова это всемогущий бог которому принадлежит вообще все 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 то по идее как бы что ему может быть нужно если ему и так все принадлежит ему люди питаются из-за нехватки микроэлементов в теле люди питаются питательными веществами что может быть нужно богу который существовал в пустоте до этого не пойми сколько времени согласно библии или соответственно если он такой всемогущий то почему он сам не взял какое-нибудь животное не размножил его и не начал его есть если взять трактовку про инопланетянство кое-как это может стыковаться с трактовками от Захария Ситчина шумерской мифологии что люди были созданы как служебные существа для анунаков и вот люди для анунаков должны были быть вот такой низшей прислугой в таком плане ну да вот они готовят для анунаков пищу но опять же в классической библии этого нет и тут случается случайная случка плодятся зверюхи и часть этих зверюх Авель сжигает на всесожжение и библейскому богу это нравится Каин приносит жертвы от своих земледельческих трудов и богу это не нравится как так и почему то есть если бог изначально сам как то сказал им что типа ребята хочу жрать хочу мясо несите мне мясо то тогда зачем Каин делал свои жертвоприношения если соответственно бог просто сказал типа трудов ваших там что нибудь мне принесите то как бы вот что нибудь тебе и принесли ты же сам этого хотел вот на как бы живи довольствуйся но логика не такая логика очень странная почему-то ему надо кровавенькое мясцо ну и Каин такой ах хочешь кровавенького и Каин убивает своего брата Авеля можно ли считать это убийство как то что Каин принес своего брата в жертву богу можно ли считать это свидетельством ранних человеческих жертвоприношений в библии ведь как жертвоприношения в библии это конечно же не преподносится но по факту таковым и является потому что Каин убил Авеля не потому что он посмотрел и такой думает какой он как бы там нехороший человек убью чтоб такого гада не было и он не подумал что типа какой он какие он хорошие богу жертвы приносит а вот богу не надо жертвы приносить убью его чтобы богу никто жертвы приносил не приносил было же все не так было как то что он смотрит и думает вот его жертву приняли а мою не приняли и обычно трактуется что он проникся завистью гневом все дела может быть а может быть и другое он просто увидел что богу нравится кровавенькое он посмотрел на иерархию как бы живых существ на пищевую цепочку если хотите и понял что если животное лучше чем растение то значит человек лучше чем животное и по такой логике получается он своего брата принес попросту богу в жертву возможно у данного библейского мифа изначально как раз была именно такая трактовка но не факт и если не найдутся какие-то новые рукописи на ту тему как оно там было вначале мы не узнаем интересно и все я это рассказываю по сути дела подводя к следующим данным и вот значит случилось странное событие Каин то ли принес своего брата в жертву понимая предпочтение местного бога то ли проявил акт своей зависти так или иначе случилось убийство и сразу же Иегова об этом узнал Иегова тут у нас какой-то человек который узнает обо всем задним числом ведь он мог бы заметить что змей о чем-то разговаривает с Евой и сказать а ну-ка гад пойди-ка сюда что это ты там ей рассказываешь или он по идее мог бы заметить что Каин негодует и спуститься и сказать слушай Каин возьми себя в руки как бы ты и так мне не то что я хотел принес так еще что с тобой происходит слушай давай без каких-то лишних штук ну или в крайнем случае увидев что Каин замахивается убить своего брата мог бы по идее тогда как-то помешать но нет бог смотрит за данными событиями до некой кульминации как кульминация свершается он приходит и такой ну привет ну привет а я тут с кустиков на за вами наблюдал ну привет и вот так он с кустиков пронаблюдал что случилось убийство и начал Каину всякие казни египетские пророчить проклял Каина и Каин такой ну слушай я же как бы куда бы ни пошел меня с таким послуженным списком убьют очень быстро очень просто бог почесал себе там вроде как наверное голову подумал и вроде как надеюсь тоже головой и думает да да я же как бы переборщил чуть-чуть и говорит не дам я сейчас тебе знамение сейчас сейчас будет все хорошо дам тебе знамение и вот кто тебя убьет тому станет еще хуже да звучит вообще он как бы Каину не дал что-нибудь посредством чего Каина никто бы не убил он не гарантировал что Каина никто не убьет он гарантировал что просто тому кто Каина убьет будет намного хуже но к самому Каину от такого намного хуже по идее ни холодно ни жарко как бы например любому из вас я думаю если предложить выбор что вы хотите охрану или чтобы ваш убийца за ваше убийство просто очень сильно страдал я думаю что большинство людей выберет вариант чтобы вам предоставили охрану и чтобы просто вас убийца не убил чем чтобы за ваше убийство убийца страдал как бы Ягова действует тут по принципу не уменьшение страданий а только лишь увеличение а этот как бы в опасности фиг с ним зато и другой будет в опасности и тут мы вообще подходим к самому интересному а кто эти другие кто эти те кто мог убить Каина мама папа мертвый братец козочки которых пас его братец встали на задние лапки и думают ну сучий Каин нашего папочку так сказать хотя если это были чеченские овечки то они потеряли скорее всего не только пастыря но и мужа но вообще-то мифология это еврейская не чеченская поэтому таких остросюжетностей не предполагаем а с другой стороны по еврейской мифологии все народы произошли от евреев поэтому кто его знает но мы подходим к самому главному кто убьет Каина ведь про овечек это только шутка если вы не поняли кто отец ну конечно адам он должен гневаться адам потерял сына ну не убьет же он второго сына за то что как бы потерял первого это как как бы если потерял половину своего имущества кто кто кроме и иеговы и возможно черта и возможно ангелов не знают о том что случилось мало вероятно что там предполагалось что Авель будет ходить в качестве призрака и всем тыкать пальцем на Каина и поэтому по идее можно было бы вдвоем Богу с Каином прийти к Адаму Еве и как-то объясниться что ну так типа получилось ну Каин за это понесет наказание но в общем-то все нормально и ситуацию могли бы уладить вот только у древних народов была популярна тема изгнания преступников из своих селений и из своих родов и тут мы видим собственно то что Каин становится первым еврейским изгнанником а дальше Каин отправляется в землю Нод привет Федоров и российская секта партия Нод вот вас куда-то вам туда Каин и отправился ну и вы как идеологи братоубийства в общем-то достойные его продолжатели привет вам из Гааги так сказать и что тут происходит Каин отправляется в какую-то землю Нод кто эту землю так назвал Дальше есть даже такая сумасшедшая трактовка что Каин типа отправляясь туда взял с собой одну из своих сестер и с ней типа плодился но в Библии опять же ничего такого нет если чисто по Библии то он отправился туда сам и нашел жену уже там но кульминацией этого является даже не факт что он нашел что-то или кого-то с кем он там плодился а то что там он построил целый город дальше его потомки очень активно расплодились они стали мастерами на все руки овладевали ремеслами овладевали искусствами и вообще создали у себя неплохую такую цивилизацию это пока в общем-то его мамка с папкой только лишь плодят его других братишек и те братишки кое-как встают в четверенек и кое-как опять же пытаются обрабатывать землю и пасти зверюх а он уже создал свою прям цивилизацию звучит очень интересно особенно звучит интересно в контексте знания некоторых древних обычаев в частности обычай того что преступника изгоняли из рода это было допустим в Руси когда многих преступников изгоняли на северо-восток это отчасти несколько уже не в таком контексте но все равно имело место в истории британской империи когда многих преступников отправляли на новозавоевываемые и новозавоеванные земли американского континента это было в других случаях так или иначе обычай этот древний и очень укоренившийся и поскольку он был у большинства древних народов то что евреи его использовали в своем сюжете неудивительно кроме того большинство древних народов описывали исключительно лишь историю собственного рода и для них существование других народов других родов в общем-то было таковым что как будто бы его и нет они могли знать что те типа себе живут но те это себе те а вот как бы мифологизированная история именно нас и в библии виден именно такой еврейский подход евреи ну или та какая-то общность которая потом передала евреям вот эти свои сказки вот эти свои мифы вот эта общность была очень небольшой они считали своими предками всего лишь данную вот эту семью Адама и Евы и они не обращали внимания на то что рядом были какие-то другие народы для них с одной стороны существование тех народов был этакой данностью что типа ну да они как бы существуют а с другой стороны для них этот факт вообще ничего не значил потому что это не их родичи это вот те народы которые другие а вот это как бы мы и собственная национальная гордость как раз и выражается в сказании о том что даже самый плохой из этой семьи придя вот туда куда-то не просто стал там каким-то бомжом который кое-как жил кое-как плодился и потом скопытился а соответственно древние евреи видели какой-то преуспевающий народ на восток от их проживания на восток от их проживания пожалуйста шумеры акации не знаю настолько ли далеко древние евреи могли заглядывать особенно если учитываем что речь идет о каком-то очень мелком племени поэтому можно просто предположить что на ближнем востоке вот где-нибудь была область нод чуть-чуть восточнее от нее чуть-чуть западнее точнее от нее проживала вот та небольшая группа людей которая как бы стала основой для данного народа изгнанник был изгнан в землю нод они видели успешность даже пусть не их родича видели успешность вот того племени того рода того города или того народа который назван землей нод и поэтому они именно сплели сюжет так может быть как бы я не говорю что это все таки было я говорю что это все приблизительно так мыслилось гипотетическим моисеем или тем кто редактировал библию они представляли вот себя живущими приблизительно на современном ближнем востоке приблизительно допустим в израиле и они представляли на восток от себя кого-то там кто достаточно успешный и вот они значит описывали что создан мир созданы люди потом бог создал их народ потом соответственно в их народе случилась вот такая вот неурядица но даже самый плохой из их народа стал лучшим в среде вот тех вот и вот эти те они там успешные так это они успешные не просто так потому что они такие успешные это они успешные потому что наш худший из нас стал лучшим из них это вот такие националистические патриотические мотивы которые встраивали в свои мифы далеко не только лишь евреи такие подобные штуки встраивали и многие другие древние народы и именно это тут и видится конечно же это сказки конечно же это сказки которые не раз редактировались конечно же там есть и некоторые как бы реальные источники но они очень отдаленные и очень искаженные чтобы как-либо всерьез эти тексты воспринимать но сама даже такая формулировка вот этой сказки о начале бытия еврейского народа показывает что для евреев факт существования других народов был нейтральным то есть они знали что эти существуют но они на них не обращали внимания они не пытались скрыть факт что эти другие народы существуют они не пытались как-то это сказать что они являются предками тех народов но они пытались возвеличить именно собственный народ они пытались сказать что даже вот худший из евреев смог стать лучшим из нодовцев условно говоря и тут мы можем вообще вспомнить историю с анхарсисом скифским княжичем которого на родине скорее считались мутианом и еретиком если бы скифы писали библию скифы анхарсису не приписали бы ничего хорошего ну ладно он представитель княжеской династии поэтому естественно он был величественный естественно как и все представители княжеской династии он обладал и духовным могуществом и ясным разумом но у него было и ряд недостатков за которые его очень сильно не любили и в результате убили но именно не скифы а греки классифицировали анхарсиса как величайшего из своих мудрецов греки внесли анхарсиса в список из семи величайших мудрецов которые когда либо жили или пребывали или проходили на или по греческой земле факт об этом можно проверить в википедии можно как бы проверить в учебниках по истории трудах античных авторов это общеизвестно то есть тут мы видим зеркальное отражение данной истории когда условно говоря худший из скифов для греков казался лучшим из греков были и другие истории допустим в афинах по сути дела небольшой скифский отряд поддерживал порядок исполнял роль полиции многие спартанские обычаи и нормы были заимствованы у скифов даже в общем-то сборник спартанских законов назывался великое ретро или великое ратро чем является отсылка к понятию ратро как последовательность сохранения духовных законов или в расшифрованном виде рахманская традиция и даже история баспора история возникновения и распространения торгелейства дальше история распространения гностицизма и история распространения герметического учения во многом это антиверсии того же библейского мифа когда нечто незначительное по меркам общего скифского мира становилось чрезвычайно значимым для всего греческого мира баспор который был одним из достаточно небольших государств условного скифского мира для греков был во многом учителем греческих полисов был соответственно важнейшим торговым партнером важнейшим источником пшеницы и не только династии происходящие от археонактидов в той или иной мере и македонский принадлежал к каким-то может быть боковым наследникам археонактидов и селевкиды практически полным составом происходят от археонактидов и много кто другой поэтому поэтому история очень важная и история двоякая мы так вглядываясь в какие-то сказки других народов часто забываем и игнорируем собственное величественное историческое культурно-духовное наследие а потом удивляемся почему же так плохо нам живется вот потому потому что пока мы забываем свое свое великое поистине великое другие выпячивают свое хоть что-то и со временем их вот это хоть что-то становится более выпеченным более как бы выпученным и таким вот значимым для человечества в целом чем наше поистине великое потому что мы свое великое забываем мы подхватываем чужие знамена вместо развития своего это проблема славян которой они уже страдают далеко не первое столетие тысячелетия об этом писал Шевченко но с времен Шевченко с времен Селенко в своей массовости славяне лучшими не стали к сожалению с ним с Селенко с Продолжение следует...